Еж, маленький друг в саду Что это за странные шорохи, подумала я, когда осенью готовилась к празднику зимы в нашем саду. Я обернулась, но не обнаружила ничего особенного. Передо мной лежала большая куча из сухих подвятших листьев и травы. Уже давно следовало бы убрать ее. Сегодня как раз можно это сделать. Энергично подтянув ее граблями, я вдруг заметила, что из-под кучки листвы послышалось сопение и фырканье. То, что я услышала, представляло собой протест ежа, удобно устроившегося здесь. Ничего не подозревая, я чуть было не разрушила его жилище, а этого он, само собой, разумеется, просто так не допустит. Я быстро сгребла все листья и решила оставить непредставительную кучу до весны. Потревожить ежа в его зимней квартире? Нет, этого я не хотела. Мне и в голову не пришло, что он мог быть там, потому что в прошлые годы он устраивался на спячку под велосипедным сараем. Вообще-то мы уже давно знакомы, ежик и я. А может быть, это был его родственник? Не смею утверждать, ибо сходство ежей между собой озадачивает. По крайней мере, нас, людей. Нам они кажутся близнецами. О, да что я говорю! Тройней, четверней! Наш еж, как и все другие, длиной примерно от 25 до 30 сантиметров и весит от 500 до 1000 граммов. Можно подумать, будто он состоит только из одного игольчатого шара, ибо именно так и выглядит его тело. Но нет, так только кажется. Вот из-под иголок выглядывает маленькая личика с черными глазами и носиком. Похожим на хоботок. Никогда бы не подумала, что в нем хватает места 36 зубам. Уши тоже хорошо видны. Бегающим животным или бегунам на длинные дистанции ежа не назовешь. Достаточно взглянуть на его ноги. Они очень короткие и сравнительно толстые. Как он, несмотря на это, может защищаться от своих врагов, лисиц, барсуков и хищных птиц, ты вскоре узнаешь. На ногах имеется пять пальцев с когтями, но иногда на задних ногах их только четыре. И хотя от врагов ежи не особенно быстро могут убежать, зато они великолепно карабкаются. Мог бы ты подумать, что они даже умеют плавать. Зрение у ежа не особенно хорошее. Если бы ему пришлось надеяться только на свои глаза, ему было бы трудно найти пропитание или заметить опасность. Гораздо лучше обстоят дела со слухом и обонянием. На это он может положиться, отправляясь в сумерках или ночью на поиски еды. Мы пронаблюдали, что в теплые дни ровно в девять часов наш еж семенящими шажками пересекал сад и исчезал под зеленой изгородью. При этом его нос все время обнюхивал землю. Под изгородью он составлял себе ужин из дождевых червей, насекомых, жуков и кореньев. Кроме прочего, ежам нравятся улитки, мыши, кузнечики, маленькие птицы и фрукты. Смог бы ты подумать, что они устраивают охоту на змей? Даже яд гадюки не может испугать их, и они переносят некоторые его дозы. Молоко ежик очень любит, однако оно ему не впрок, а потому у нас в саду он находит только блюдце с водой. Мы также слышали, как он хлебал из кормушки для птиц. Еж может обойтись без меха и оперения, что типично почти для всех наземных животных. Он покрыт множеством острых иголок, их у него от 8 до 10 тысяч. Они равномерно расположены на верхней части туловища, тогда как нижняя часть и мордочка покрыты волосами. Иголки обычно направлены к низу и плотно лежат одна над другой. Но это не означает, что животное можно погладить. Если бы нам захотелось потрогать его, он тут же проявил бы недоверие и отражающе выставил бы свои иглы. Скатываться в клубок он так хорошо умеет, потому что у него есть кожная мышца, проходящая через всё его тело. Стоит ей сократиться, как иглы автоматически встают. Уже при малейшей опасности еж, так сказать, втягивается в себя. Ни один пес ушел с окровавленным носом, когда играя пытался дотронуться до ежа. Благодаря такой круглой форме он может, к примеру, без ущерба пережить падение со стены. Если он по ошибке скатится с обрыва, а такое со всяким может случиться, то не следует сразу ожидать, что у него может быть перелом ноги. В этом случае он будет несколько сконфуженно выглядывать из-под своих иголок. Но с ним ничего не случилось. Гораздо опаснее ему на улицах. К сожалению, игла не защищают от колес автомобиля, а потому переход через улицу не для одного ежа стал роковым. Иголку ежа нам следует рассмотреть поближе. Для этого не следует ее выдирать, потому что иглы у него то и дело выпадают сами. Однако еж никогда не линяет. Игла ежа имеет длину от 2 до 3 сантиметров и толщину от 1 до 2 миллиметров. На коже она заканчивается круглой игловой порой, в то время как свободный конец предельно остр. На спине таких колючек почти 10 тысяч штук. Не слишком ли тяжело, если... Да, если бы у него не было творца, который знал, как решить эту проблему. Он устроил так, что иглы, вплоть до тонкой разделяющей стенки, полые изнутри. Полое пространство заполнено воздухом. Таким образом, иглы одновременно и легки, и прочны. Ежи чаще всего живут одни. Однако иногда самец и самка сооружают в густом кустарнике по гнезду. Чтобы в них было мягкое тепло, они выстилают их листьями, соломой и травой. В конце концов, здесь они проводят в спячке весь день, ибо просыпаются только вечером. И потом иногда у них рождаются 8 маленьких ежей. Они достигают примерно 6 сантиметров длины. Выглядят почти белыми и к тому же еще голыми. Тут уж нечего говорить о каком-то сходстве с родителями. Глаза и уши еще закрыты. Короткие белые иглы едва видны, но уже через несколько часов они выходят наружу на 1 сантиметр. Первая партия игл белая. Но позднее ее заменяют обычные коричневые иголки. Спустя месяц ежата уже похожи на своих родителей. Тогда их различает только величина. Теперь они вместе с матерью ходят на поиски пропитания. Когда им исполняется 6 месяцев, семейный союз распадается. И маленькие ежата превращаются в самостоятельных взрослых животных. Осенью, как и все другие ежи, они начинают откладывать жировой слой. Инстинкт подсказывает им, что скоро настанет зима, которую они беспросыпно проводят в своем теплом гнезде. Тогда они живут только за счет ранее отложенного жира. Иногда это может продолжаться от 4 до 5 месяцев. В течение этого времени пульс падает со 180 до 20 раз в минуту. Дыхание едва прослушивается, а температура тела снижается. Стоит только наступить весне, а воздуху прогреться, как еж снова просыпается. Для него начинается еще один год. Иногда самки ежей осенью еще раз рождают малышей. Однако в этом случае им часто остается мало времени для того, чтобы отложить необходимый для зимовки запас жира. Без помощи человека они бы зимой не выжили. Они еще слишком маленькие для того, чтобы выдержать долгую зимнюю спячку без принятия пищи. Возможно, ты уже слышал, что поздней осенью разрешается взять домой такого ежика, если он слаб и весит менее 450 граммов. Но только в таком случае! Любишь ли ты животных, можешь ли снабжать их пищей, тогда ты бы мог, конечно, при условии, что твои родители дали на это согласие, смастерить ему в подвале гнездо из соломы и древесной шерсти. Но не испугайся! От такого ежа не всегда приятно пахнет, а иногда у него могут быть блохи. Однако ты никогда не должен забывать давать своему маленькому члену семьи свежую воду и еду. При хорошем уходе еж обязательно будет хорошо себя чувствовать. Кроме того, весной тебе придется расстаться с ним и отпустить его на свободу, ибо его место там. Было бы жаль, если бы на земле совсем не было ежей, не так ли? Как хорошо, что они относятся к животному миру, сотворенному Богом. Представь себе, мы чуть было ничего не узнали бы о нем. Очень-очень давно произошло большое несчастье. На земле вообще могло больше не быть людей и животных. В результате сильнейшего потопа земля оказалась под водой. Бог допустил это, потому что он видел, что люди отвратились от добрых дел. Никто больше не испрашивал его волю. Каждый поступал, как ему хотелось. И все же был человек, угодивший Богу. Это был Ной. Он и его семья должны были спастись от потопа. Животный мир Бог тоже не желал стереть с лица земли. А потому, прежде чем начался ливневый дождь, он поручил Ною построить огромный корабль, ковчег. Ной должен был взять в этот ковчег спасения самое малое по паре от каждого вида животных, следовательно, и ежей. Бог хотел позаботиться о том, чтобы все животные пришли к ковчегу. И действительно, они потянулись к нему со всех сторон. Они бежали, прыгали, ползли или летели. Представляю себе, как среди всех них на своих коротеньких ножках семенила парочка ежей. А что, если позади их как раз вышагивали огромные слоны? Когда все животные и семья Ноя были в ковчеге, Бог затворил дверь, чтобы в него не могла проникнуть вода. Позднее вода опять ушла. Люди и животные размножились и распространились по всему лицу земли. Так написано в Библии. В ней Бог также говорит, что Он сотворил всех животных по роду их. Они не возникли постепенно в ходе миллионов лет, как это утверждает эволюционное учение. Нет. Небо и все звезды, а также землю и все, что на ней произрастает и движется, растения, животных и людей, Бог сотворил за шесть дней. Поверь этому, ибо на Божие Слово можно положиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова